Я просто облизывался на эти скриншоты, на эти ролики, на этих... Азари, если вы понимаете, о чём я. На Nintendo Switch выходила, выходит, и я думаю, будут некоторое время ещё выходить, прекрасные, ну и иногда не очень, игры. Но сегодня мы поговорим о тех играх, которые просто созданы для Nintendo Switch, но по каким-то непонятным причинам до сих пор на нём не вышли. Вы на канале Nintendo, я Александр, он же Бобёр, и сегодня мы дадим вам топ-10 игр, которые, ну, лично мы, ну, я думаю, и вы, наши многие зрители, хотели бы увидеть на Nintendo Switch, но до сих пор этого не произошло. Прожимайте лайки, подписывайтесь, мы начинаем. А помните ли вы о BioWare? Как говорится, о мёртвых или хорошо, или ничего. Сегодня будем хорошо. Ведь они считались современными королями жанра RPG. А их новая на тот момент Mass Effect была чуть ли не главным временным эксклюзивом Xbox 360. И она, кстати, я думаю, способствовала популяризации этой консоли. Я вот лично помню, как пекарь того времени, я просто облизывался на эти скриншоты, на эти ролики, на этих азарей, если вы понимаете, о чём я. И у нас есть сразу несколько аргументов, почему она просто обязана была выйти, ну, или должна выйти на Nintendo Switch. Ведь мы напоминаем, напоминаем, что третья часть выходила на Wii U и работала там, ну, так, хорошо, я бы даже сказал, отлично. А относительно недавно трилогия целиком Mass Effect получила переиздание с подзаголовком Legendary Edition. Ну и вышла она на всём, на чём можно, кроме Nintendo Switch. И, естественно, от этого у нас бомбит. Почему BioWare решила обойти стороной консоль от Nintendo, всё ещё неизвестно. Ведь, казалось бы, пусть трилогия и получила улучшение, но это всё ещё старые игры, времён Xbox 360 и PlayStation 3. Так что технических проблем здесь нет. Тем более, тем более, мы видели недавно прекрасный Red Dead Redemption, и он работает просто отлично. Кто-то может сказать, ну, наверное, геймплей Mass Effect плохо адаптируется для Nintendo Switch. Тоже нет. Как упоминалось выше, игра изначально выходила на Xbox 360 и игралась на нём отлично. Тем более, всегда удобно пофармить или повыполнять побочные задания в портативном режиме, а потом поставить консоль в док-станцию и продолжить основной сюжет на большом экране. Но, по всей видимости, BioWare, хотя, наверное, не столько BioWare, а сколько их издатель EA, или как они там сейчас называются, ну, думаю, у них есть какие-то соображения на этот счёт. Ну, а нам что? Нам остаётся только ждать, надеяться и верить, что всё-таки до выхода Switch 2 они сподобятся и выпустят эту прекрасную игру, которая стоит прохождения. Я вот, например, специально не открывал новую трилогию на ПК. Говорят, она там улучшенная, там лифты быстрее ездят и так далее. Но нельзя, как говорится, по заветам Сюткина ББПЕ. А также вырежены прекрасные некоторые ракурсы. Ну что ж, я думаю, игра от этого не особо испортилась, но я жду, когда она выйдет на Switch'е, и я смогу её там за поем пройти. Здесь могла бы быть ваша реклама, но здесь реклама наших партнёров Donatov.net. Ведь благодаря им вы можете легко покупать игры на Nintendo Switch. У них просто феноменальный, феноменальный выбор карточек пополнения в eShop'е, а также подписок Switch Online. Покупать у них легко, непринуждённо, не нужно ждать какого-то бота, менеджера. Всё как в настоящем взрослом, хорошем интернет-магазине. Выбрали, что вам нужно, положили в корзину, оплатили и тут же получили. Ну а если вы хотите поиграть в какие-нибудь игры из нашего списка, и их нет на Switch'е, но они есть там в Steam'е, или, например, на PlayStation, Xbox'е, вы можете также пополнить или купить подписки на этих платформах. Ну а если вы любите задонатить какую-нибудь западную игру, которая почему-то не хочет брать нашей кровью и потан заработанные деньги, то там можете купить донатную валюту, ну, например, в Fortnite. Мы не осуждаем, не понимаем, но не осуждаем и принимаем вас такими, какие вы есть. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и получайте 5% скидки на первый заказ. А у нас от этого на сердечке будет теплее, донатов.нет будет с нами лучше сотрудничать, и мы будем выпускать больше роликов. Вот, например, они нам заказали порцию стримов, на которых мы будем разыгрывать, между прочим, деньги, баланс на сайте донатов.нет. Не пропускайте наши стримы, я лично разыграю энное количество ваучеров на пополнение. Донатов.нет и Nintendo навеки. Ну и чтобы далеко от BioWare не уходить, конечно же, нельзя не упомянуть прекрасный Драгонак, он же Dragon Age Origin. Игра Dragon Age Origin вышла в 2009 году, и она меня полностью поглотила. Поглотила. Полностью меня поглотила, и я играл в нее с запоем. Сеттинг игры, естественно, кардинально отличается от Mass Effect. В Dragon Age события развернулись в фэнтезийном мире с рыцарями, драконами и множеством других несуществующих рас. Отличается она и геймплея, и на этот раз это полноценная CRPG со всеми вытекающими. И в отличие от предыдущих поделок BioWare по сеттингу Dungeon & Dragons, ну помните, там всякие эти были, Baldur's Gate и все такое, это их оригинальный сеттинг, и он захватывал тебя практически с первых минут. Там отлично подавался мир, нарратив раскрывался, естественно, через катсцены, через какие-то ролики, но при этом мир был живой и потихонечку, потихонечку тебя погружал и не просто не отпускал от себя. Первая игра серии Dragon Age Origins, и по сей день считается многими чуть ли не лучшей RPG всех времен и народов. И не просто так, на разработку Origins ушло свыше шести лет. Ну и как уже понятно по сей день, если играм дают нормальное количество времени на разработку, то она получается внезапно хорошей. Разработчики со всей серьезностью подошли к своему продукту, тщательно проработав каждую мелочь, начиная от предыстории персонажа, в зависимости от выбранной расы и заканчивая взаимодействием игрока с NPC. Да-да, и в отличие от какого-нибудь, не знаю, там, киберпанка, где твой выбор это всего лишь 15 минут геймплея в начале, который никак не сказывается на твоем дальнейшем прохождении, то здесь у каждого выбора будет отдельный начальный квест, и потом будет прекрасный квест в середине. То есть, ну, я не помню таких игр, где вот этот вот выбор предыстории действительно на что-то влиял. Нельзя не сравнить эту игру с нездавно вышедшим Baldur's Gate. И если Baldur's Gate 3 вряд ли в ближайшее время выйдет на свече, то Dragon Age Origins, мне кажется, отлично там смотрелся, тем более, тем более из тех игр похожих, но при этом графонистых, и вышедших позднее у нас есть прекрасная Divinity Original Sins, которая, в общем-то, наследник жанра, и, как мне кажется, она многое черпала как раз из Dragon Age Origins. Технически и управленчески тоже я не вижу, не вижу никаких причин, почему бы не портировать и не играть в Dragon Age Origins с геймпада. Вторая часть меня не так зацепила, она была какой-то более слэшерной, более линейной, и я ее пробежал и забыл. Третья, ну все мы помним, что третью пытались сделать как ММО. Хорошо, что в середине разработки они одумались и сделали сингл, но вот эти вот ММО-шные составляющие, прям вот как уши зайца из коробки торчат. Ну, банально вы смотрите вот эту локацию, и ты думаешь, блин, мне кажется, это я не в Dragon Age играю, а в какой-то WoW, например, ну или ММО тех лет. Игра была с интересным сюжетом, продолжала множество линий сюжетных, которые даже были в Dragon Age Origins. Поиграть было интересно, но игра довольно сильно тормозила, и вот как раз с ее портированием технически могут возникнуть какие-то проблемы, но если она обойдет Switch стороной, я не расстроюсь. А вот то, что Origins нету, это для меня большое упущение. Ну и с 2014 года серия находится в забвении, но скоро, ну, относительно скоро, как нам обещают BioWare, должна порадовать нас четвертой частью Dragon Age с подзаголовком Dread Wolf. И уже тут, мне кажется, выпуск первой части на Nintendo Switch или в целом ее ремастер, выпуск на всех остальных еще платформах будет неплохим маркетинговым ходом. Так что, BioWare, ну давайте, мы готовы вам многое простить за Dragon Age Origins на Switch. Консоль у нас японская, и множество тех самых японских игр, они же ЖРПГ. У нас есть много роликов по этой теме. Переходите в описании и смотрите. Не выходила на Switch, хотя выходила на Wii U и на предыдущих консолях. Я думаю, уже многие поняли, о чем речь. Это, конечно же, Xenoblade Chronicle X. Или ХА. Или ХА. Ух, давайте в комментариях напишем. Xena, Xena или как там. Ух, люблю эти срачи. Xenoblade Chronicle X человечества находится на грани уничтожения из-за сражения двух инопланетных рас, развернувшегося на орбите Земли. Для того, чтобы выжить, люди строят космические ковчеги. Один из ковчегов, в котором находится главный герой, терпит крушение на неизвестной планете мира, состоящей из пяти континентов. Но игроку теперь предстоит спасти оставшиеся в живых человечества. Xenoblade Chronicle X получила очень положительные отзывы, но, несмотря на это, так и осталась заперта на провальной консоли Nintendo. Ну, мы говорим про Wii U. Причем провальная она по маркетингу и по продажам, но технически она все еще в нашем сердечке. И вот мы до сих пор все ждем переиздания этой классной игры. Будем надеяться, что большая N все же вспомнит про нее, и мы сможем насладиться еще одной игрой из серии Xenoblade Chronicles. Продолжаем парад игр. Под кодовым подзаголовком было на Wii U, но не вышло на свече. Итак, следующий заложник платформы крайне любопытный сборник NES Remix. Что же это такое? По сути, это большая компиляция мини-игр и челленджей, основанных на классических играх Nintendo с NES. Сборник предлагает огромное количество интересных заданий. Например, пройти целый уровень за Марио, который автоматически бежит вперед. Да-да, раннеры до того, как они появились на мобилках и до того, как это стало мейнстримом. А как вам Питч, сражающийся за Баузером на последнем уровне японской версии второго Марио? Я бы осмотрел такое аниме. Ну и если не хотите Питч, то вы можете легко заменить ее на Линка из второй Зельды, и он также может навалять Баузеру. Вот это аниме-кроссовер! Подобных интересных вариаций там предостаточно, и в них действительно интересно играть. Всего в серии NES Remix вышло три игры. Две номерные, а также Ultimate-версия для 3DS, где были собраны лучшие режимы и челленджи. Почему Nintendo для своих же консолей решила забросить столь необычную серию и не выпустить ее на Switch, нам все еще непонятно. Ждем Nintendo, давай, порадуй нас. В Donkey Kong это, конечно, хорошо, но нужно и по классике. Ух! Поиграл я тут в Alan Wake и выключил. Я считаю, что Remedy нужно уже определиться и выпускать сериалы, а не пытаться это обернуть в игры. Ребята, кому действительно понравился Alan Wake, последний, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я хочу вас всех пересчитать и поцеловать. Игра максимально скучная, но я тут же вспомнил золотую игру тех времен, конечно же, это Max Payne, где текстура нашего замечательного, самого главного из Remedy была натянута на низкополигонального Макса Пэйна. Шутер от Remedy, который они сделали 20 лет назад, до сих пор захватывает игроков по всему миру. Да, третью часть им сделать не дали, их делали рокстары, но она также была хороша, так что всю трилогию я бы хотел иметь на Nintendo Switch. Max Payne прекрасен во всем, начиная от весьма депрессивной, нуарной истории о человеке, потерявшем свою семью, ну и заканчивая любимым нами режимом Bullet Time. Причем там он сделан не для галочки, как во многих других играх-подражателях, там вокруг него именно геймплей строили и дизайнили, это важно. Кстати, забавный факт, Bullet Time является торговой маркой Warner Brothers и был придуман во время съемок Матрицы, а Rockstar Games купила лицензию на использование этого названия в Max Payne. Хоть первые две части Max Payne во многом устарели, и сейчас их можно назвать таким модным словом, как бумер-шутеры. В Стиме, кстати, появилась такая категория. И Remedy вовсю работает над ремейком первой части, но еще раз ознакомиться с историей Макса Payne на Nintendo Switch все же хотелось бы. Будем надеяться, что когда-нибудь такая возможность появится. Ведь нужно как-то грешки свои замаливать после второго Alna Wake. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. Ну ты можешь быстрее? Люди ждут, смотрят ролик. Дай мне... Ооо, ладно, иди. Друзья, можно прочим, это не просто коробка с картриджами, это коробка с картриджами, из которой еру картриджи каждый месяц, чтобы разыграть их на нашем бусте. Да, друзья, там мы разыгрываем вот-вот свежие игры, вот сейчас вот я вот в ближайшее время должен разыграть еще два картриджа, и все, кто подписан от 300 рублей и выше, имеют возможность... О, что это здесь затесалось? Ну раз оно оказалось в этой коробке, это мы тоже разыграем. Подписывайтесь на наши бусте, поддерживайте нас, получайте чувство собственного величия, а то, что вы прикладываете руку к созданию контента, мы становимся добрее, веселее, вы попадаете в наш бусте-чат, мы с вами там общаемся, веселимся, ух! Если вы не верите, что в бусте-чате хорошо, то зайдите в обычную часть в Телеграме, и там наши подписчики вам расскажут. Вот, все эти игры и многие другие мы там разыграем, ну и действительно, ребят, спасибо, что нас поддерживаете, иначе бы мы с Александром Артемовым уже бы давно это все тропнули. Любим вас, целуем. Ух, вы мои сладенькие. Как-то так получается, что почти весь наш список, он времен 2007-2008 года, видимо, тогда делали хорошие игры, нужно как бы вернуться и перенять опыт. В 2023 году это поняли не только мы, игроки, но и сами разработчики, и случилось неожиданное возвращение популярной серии игр от EA. Состоялся релиз ремейка первой Dead Space, давший игрокам еще раз ощутить истинный страх в космосе. Что никто там не услышит твой крик. Но, надо сказать, первые две части все еще хорошо смотрятся на ПК, и я сравнивал и ремейк, и оригинал, и оригинал ничуть не устарел. Пережить историю Айзека, изучающего темные уголки корабля Ишимура, кишащего некроморфами, стоит обязательно. Очень хотелось бы на экранах Оледа особенно увидеть переиздание первой и второй части. Ведь игры все еще не выпускались где-то кроме седьмого поколения консолей и ПК. Остается лишь ждать, когда EA решит взяться за переиздание, а также надеяться, что они не забудут про консоль от Nintendo. Вообще у EA какие-то странные отношения с Nintendo, или может быть у Nintendo с EA вот все, что заперто в EA, вот со скрипом выходит на свече, но только вот спортивные игры? Я не знаю. Ребята, давайте дружить и выпускать хорошие игры. Хотя, не знаю, EA очень любит деньги, и упускать такой рынок большой, как Switch, вот все же там пихают туда, даже Red Dead Redemption. Эх, жалко. Много хороших шутеров, а вот поиграть в Dead Space было бы очень круто. Еще одним проектом, который очень хотелось бы увидеть на Nintendo Switch, является переиздание игры 2010 года со сложным названием Nier Replicant 12247, да-да-да-да-да, вы заметите на экране. События которой предшествуют известные многим Мир Алтомата. А она, между прочим, издавалась совсем недавно в том году на Nintendo Switch и является лучшей версией, потому что в ней есть русский язык. Ну, жанр этой игры можно назвать как типичная игра Йоко Таро. Она довольно специфична, как и все его творчество. Игра, естественно, не раз удивит вас, как геймплейными ситуациями, ну и, конечно же, сюжетом. Вообще, Йоко Таро тоже, мне кажется, нужно писать аниме и фильмы, а не заниматься играми. Вот я прям чувствую, что ему не хватает. Ну вот он хоть-хоть-то... А я, кстати, не уверен, что он за постановки отвечает. Ну, постановки, они... Мне кажется, это кто-то другие делают. Ну, естественно, это под его крылом, но... Постановки канон. Естественно, канон. Репликант, как и Аутомата, поднимает общечеловеческие вопросы, на которые дать ответ очень сложно. Ну и да, чтобы увидеть настоящую концовку игры, придется пройти несколько раз. Но, уверяем вас, старание определенно того стоит. Поскольку игра еще более размеренная, чем Нир Автомата, а по визуалу даже немного ей уступает, она отлично будет чувствовать себя на Нинтендо Свич. Ну, а мы с удовольствием вам о ней расскажем, как только она там появится. А я уверен, что она все-таки появится. Ну, давайте не будем уходить далеко от экшенов и около слэшеров. Ну, конечно, кто у нас король слэшеров? Конечно же, сейчас вы какие-то другие игры напишите, но мне кажется, что это все-таки Devil May Cry. И то поистине гомеопатическое количество игр Devil May Cry на Свиче, это большое упущение. Да, на Нинтендо Свич вышли первые три части Devil May Cry. По каким-то причинам Capcom пересдали вторую часть, но забыли про четвертую и пятую. Вы можете возразить, что Свич ну никак не потянет эти игры, только вот. Monster Hunter Rise, сделанный на том же, между прочим, движке, что и Devil May Cry 5 доказывает, что Capcom прекрасно умеет оптимизировать игры. Что уж говорить про четвертую часть, которая вышла в позапрошлом поколении консоли. Также не стоит забывать и про ребут Ninja Theory, который незаслуженно был обруган фанатами серии. Да, DMC Devil May Cry очень сильно отошел от своего оригинала, а также имеет ряд минусов, но это все еще бодрый слэшер с неплохой боевкой и, естественно, отличным саундтреком. Тем более, чуть позже Ninja Theory вместе с выходом Special Edition исправили многие проблемы, сделав ребут отличным представителем жанра. Но, к сожалению, скорее всего, мы не увидим эти части на всеми нами любимой консоли. А жаль, Devil May Cry 3 показала, что жанр вполне комфортно чувствует себя в портативе. Кстати, у меня родилась теория, что, может быть, не портирует как раз из-за музыки. Потому что, помнишь же, у нас были проблемы с GTA 4, в Steam ее как-то удаляли, что вот долбанные коперасты и долбанное вот это вот дурацкое право, которое иногда вставляет палки в колеса, как раз вот, может быть, это из прекрасной музыки, на которую закончились права, и они не могут их продлить. Ну а без этой прекрасной музыки Devil May Cry не Devil May Cry. Ну и уж если я упомянул в суе Grand Theft Auto, то встает вопрос. Причем вставал он два раза. Почему пятая часть не вышла на Nintendo Switch? Сначала этот вопрос встал при запуске Switch'а, когда нам туда сразу же, сразу же автоматически портировали Skyrim. А также довольно много тех самых больших AAA-игр. Ну если тогда у диванных экспертов был аргумент, что консоли Nintendo это для детей, и Rockstar не станут обращать на нее внимание, то он разбился после выхода позорной трилогии в составе Definitive Edition. А также, напоминаю, который мы уже не раз напоминали, выхода Red Dead Redemption. Почему GTA V успела выйти уже на три поколения, но до сих пор не вышла на Nintendo Switch? Ответ, скорее всего, кроется в GTA Online. Консоль Nintendo спокойно потянет синглплеер игры, но вот онлайн, которое уже давно стоило сделать отдельной игрой, остается под вопросом. Да-да, ведь именно онлайн часть GTA до сих пор приносит какие-то бешеные деньги Rockstar'ам, но о деньги они свои упускать не привыкли. Обидно, обидно, что игра со столь отличной проработанной компанией, а также геймплеем, которая явно просится на портатив, обошла стороной Nintendo Switch. Кстати, камин-аут. Я так и не прошел GTA V, дальше, не знаю, там, первых двух ограблений. А вот вышло бы оно на Switch, я бы там прошел. А так, все, не буду играть в ваш GTA, пока он не выйдет на Nintendo Switch. Отношения Konami и Nintendo всегда были очень странными. Например, специально для GameCube вышел полноценный ремейк Metal Gear Solid. Но после этого ни одна часть серии на больших консолях Nintendo не выходила. Но зато Snake появился в Super Smash Bros. И пока та же PSP получила две полноценные части, а также два странных спин-оффа, на более мощной 3DS была выпущена куция 3D-версии третьей части на движке Peace Walker. И вот, после недавнего выхода Master Collection возникает вопрос, а где пятая часть? Тем более, ну если уж на чистоту геймплея, он является улучшенной версией Peace Walker с PSP. Если не согласны, го в комментарии обсуждать. Я напоминаю, что игра наполнена короткими миссиями, а также режимом управления базой. И это явно намекает на то, что игра отлично подходит для портатива. Тем более, там есть привязка к таймеру, подождать пока у вас там все построится, мне кажется, очень хорошо. Ну правда, там есть классические вот эти вот огромные кат-сцены, Кодзимы, которые бывают слишком долгими. Но это не настолько глобальная проблема. Я все еще верю, что Metal Gear Solid 5 на Switch у нас все-таки выйдет. Как минимум в составе второй части Master Collection. Ну не просто же так они называли ее первой частью. Во вторую же что-то нужно добавить? Но, к сожалению, это все еще домыслы. Помыслы-домыслы. И официально этого никто не подтвердил. Блин, было бы круто, чтобы в рамках вот переиздания и второго Master Collection там бы ее доделали. Ведь ты же знаешь, что по факту там есть первый актор и должен был быть большой третий. И там прям чувствуется, когда Кодзиме ударили по рукам. Может быть, Кодзима был и неправ и слишком затянул разработку, потому что все мы знаем, насколько он специфичный. Но прям хочется получить полную версию и прям кайфануть. Потому что в конце прям чувствовал, что мне не хватило. Я, кстати, недавно пятый Metal Gear Solid запускал на замечательном Steam Deck'е. И он там отлично работает. Так что, думаю, на Switch'е с хорошей оптимизацией его тоже можно будет запустить. Ну и если мы начали упоминать Кодзимовщину, то нужно обязательно рассказать об игре, которая, ну, максимально непонятна, почему до сих пор еще не находится в Nintendo Switch'е. Это, конечно же, Metal Gear Rising. Изначально игра разрабатывала студии Кодзимы, как полноценная часть серии. А позже из-за ссор с Konami была отдана Platinum Games. А игр Platinum Games у нас достаточно на Nintendo Switch'е. Ну и из-за этого она стала неканоничным спин-оффом про Райдена, ну, одного из героев серии. Все это не помешало ей стать культовой, а также обрести аудиторию даже среди незнакомых с Metal Gear людей. Если отбросить претензии к сюжету, то мы получаем вполне отличный слэшер от Platinum Games. А стоит ли напоминать, что такое Platinum Games для Nintendo? Именно они создали Bayonet и Astral Chain. А Astral Chain мы все знаем лучшая игра на Nintendo Switch. Если вы не согласны, то напишите мне об этом в комментариях. И они отлично себя чувствуют на Nintendo Switch'е. Но опять же, скорее всего, все упирается в правовые моменты и злодеев из Konami. Злодеи из Konami, давайте там. Конечно же, игр, которые мы все хотим на Nintendo Switch гораздо больше. Например, мы не упомянули ни одну игроку от отечественных разработчиков. И это повод сделать вторую версию ролика. Пишите в комментариях, каких игр лично вам не хватает на Nintendo Switch. Пишите все, с чем вы не согласны в этом ролике. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВК, на нашу группу в Телеграме и чатик. А также подписывайтесь на Boosty. Вот благодаря этим людям мы выпускаем ролики и разыгрываем для них всякие призы. И, конечно же, общаемся с каждым лично в отдельном Boosty чате. Все, кто подписываются, кстати, на Boosty, очень часто говорят, что нам даже не розыгрыши нужны, а именно общение с вами и то комьюнити, которое мы получаем в нашем Boosty чате. Если не верите, зайдите в обычный чат и спросите, так ли там хорошо. С вами был Бобер, вы были на канале Nintendo. И ждите следующую версию игр, которые мы очень ждем на Nintendo Switch. Пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok